фу пока до сюда дошел что-то запарился еще бы после запоя и сразу же ну как сразу в лес погодка сегодня отличная просто супер плюс 17 плюс 20 вот где-то так это в тени естественно легкий ветерок ночь самая четкая то что нужно я короче резко то выходить нельзя я же сам говорил пивасик с собой один взял правда он у меня шлепнулся короче когда его грузил ладно еще посмотрим что будет так снять это надо фу так ну чё откупорим кубышку вот коца на я наблюдаем да это мусор с собой блять я так и думал нормально в этом магазине все как ошалевшие блять эти вот не люблю отходить в магазы в субботу и воскресенье потому что вот эти граждане трудящиеся реально как и шалелые шоу блять последний день нахуй живут закупаются этими целыми торбами короче этих продуктов еще сейчас все там ломанулись там на шашлыки вот это вот все короче там накупаться на ебаться блять успеть нахуй пока типа тепло и сейчас я кубышечку эту допью и будем готовить хавать ну как готовить хавать я сосиски взял отварим сосиски сарделек нет не было там ни хрена сосисок поедим с хлебом что тоже еда что-то просто полноценное сегодня не хотелось готовить так что будем в упрощенной форме и вот это это не реклама ни в коем случае не пропаганда алкоголь это яд а и кстати интересные мысли про алкоголь сначала это считалось ну наркотиком гост 78 года номер сейчас не скажу точно потом ядом но тогда была монополия на производстве тела спирта у государства а потом когда уже стала российская федерация и нужно было как-то развивать производство гост и поменяли и вот это все синька короче спирт этиловый стал пищевым продуктом это так для справки если кто не это не знал хочу пару слов о комментаторах сказать ну там об одном конкретно не помню как его ник вот видели на мне вот это варбелт одет да то есть там все по кругу в подсумках все что мне нужно в быстром доступе и чел увидел мой шорт прошлогодний где я в разгрузочном жилете и спрашивает типа зачем тебе бронежилет ну ты реально что ли вот включи голову вот как ты представляешь вот ты несешь с собой зажигалку перцовый баллон нож компас свисток чё там еще до хрида до хрена всего ту же воду чтоб каждый раз в рюкзак не лазить ты чё будешь все это по карманам рассовывать это блять это шоу тебя там за вассерманка блять синего цвета наверное ты это такое в лес одеваешь вот на разгрузочном жилете очень кстати удобно но я от него отказался в этом сезоне решил попробовать варбелт потому что в разгрузке жарко короче да это тоже хочется всегда снять когда вот уже все пришел уже сразу хочется ее снять потому что все в быстром доступе а по карманам ты лазить не будешь а тебе попить там захотелось что ты будешь снимать этот рюкзак там это все или ты скажешь но есть же боковые карманы да вот нахуй как каракатица блять будешь вот так вот руки себе заламывать ласточкой да там эту бутылку с водой доставать ну блять это же бред и его кстати разгрузка полезная тема вот пойдешь ты на загонную охоту но хотя такие как ты вообще ни на какую охоту не ходят вот на загонной охоте до туда вставишь плиты и будешь чувствовать себя спокойнее на своем номере стали эти раздражать которые шароебятся по улицам пьяные блять алкашня короче хотя я сам тоже блять алкаш по улицам не шароеблюсь вот это блять ходят пьяные вот это в грязные блять одежде там что-то один там кружит по району все что-то кружит блять ладно это хрен с ним но я их всех как бы знаю потому что лица то все уже знакомые когда не первый год живешь в одном микрорайоне рожи все эти протокольные блять но одна один там меня вообще морозит блять дед такой сука противный блять так хочется ему ебло нахуй набить очкастый сука такую прям на у него написано на роже мразь короче но он и мы является как бы я уточнял ментовская подстилка короче ручной понятой и это когда в начале короче короче в начале месяца не буду говорить дату тоже идут два дебила лет 25-28 вообще в непонятном виде просто пиздец я короче это на них камеру направляю и это чё типа нормально пацаны таки да нормально а у одного вот рожа вот реально сука что жопа вот по-другому блять не скажешь как будто там я не знаю у него блять это когда его мамка была беременна там трактором блять по ней переехали прости господи ну вот реально рожа что жопа и начинают короче на меня идти бычить я блять сразу перцовкой одному самому высокому и второму нахуй все сразу осели как озимые ни криков ничего но там обычная когда перцом заливаешь там либо ор начинается такой прям либо все ну на картаны короче вот так вот садятся вот они на картаны оба присели других людей там не было никто не пострадал я через полчаса короче думаю нам интересно что там происходит иду сидят блять кто-то уже им там бутылку воды дал или чё короче отмываются давайте ребятки отмываетесь блять ну реально блять морозят такие ублюдоны а просто вот а чё они хотели вот ко мне начали на меня переть блять может я их не снимал я держался в свои вещи в своих руках а на меня прут пьяные явно не погладить меня хотели так что ничего получить получили то что заслужили вообще перцовые баллоны вон даже у меня там лежит а блять доставать не буду счастлив это маст хэв перцовые баллоны это маст хэв должен быть у каждого а то и две штуки короче в разных карманах мало ли там одна рука будет занята пакетом атаку тебя во втором кармане хоп и все но в лесу понятное дело мало ли там миша дядя миша и так далее дядя миша лучше вообще в принципе не встречаться а если встречаться то орать свистеть свисток короче вести себя максимально неадекватно но уже думаете все лёша ёбнул распизделся туда тип пьяный бляне так просто наслаждаюсь теплом чтобы лишь лицо загорелась все нормально короче было чтобы все чикало и брякало да как один блогер говорит или говорил у него что-то все видео с канала исчезли чё еще будем готовить жрать осталось недолго так ну чё ставим котелок наш чистый водичка принес с дома идти тут недалеко мы хватит на попить еще оставим так включаем это дело я тут затянуто отлично сосиски буду жарить вот такие какой нахуй жарить варить блять жарщик пока тут ходил еблом щелка уже все закипело пока крышку снимал аж обжегся нахер так надо чуть поубавить понеслась опа мусор потом весь убирается не волнуйтесь давай блять над пополам их резать не влезут целиком на думаю они уже готовы ладно пускающую минутку и потом сольем кипяток я не заснял как кипяток сливать может кто не знает с котелка но это лучше перчатках делать так вот ставишь и пошел процесс но это остатки уже и ничего не выпадает если конечно у вас там не тонкие вермишелинки чё-то я это маленько проебался вилку с собой не взял только ложку ну ничего с ножа будем хавать говорят что нельзя есть с ножа типа злой будешь и так всегда злой блять да четкие сосиски жить как говорится хорошо а хорошо жить еще лучше спасибо всем кто выслушал мой так сказать гундеж сейчас небольшой спойлер следующее длинное видео будет немного мистическое у нас тут есть легендарные бездонное озеро я там был как-то раз вот я хочу сходить туда и изучить его так сказать досконально шалит ли там компас например еще что-нибудь может быть там действительно кто-то ходит и так далее в общем будет интересно всем спасибо за просмотр жмите лайки если было если вам понравилось пишите комментарии по поводу увиденного все всем спасибо всем пока